Это будет длинный сюжет, я хочу показать его целиком, чтобы продемонстрировать, что я ничего не вырвал из контекста. Мы с вами уже посмотрели сюжет с первого канала, мы посмотрели с вами вырезку из Дмитрия Киселева. Давайте посмотрим НТВ. Они сделали полноценный сюжет, который называется «От тюрьмы до госконтрактов и мятежа». И рассказывают там о Пригожине абсолютную правду, ну в кое-то веки. Потому что сверху сказали «пора мочить», и они начали мочить. Давайте посмотрим вместе. Атака была, но информационная. Рассчитана на то, что зритель не станет разбираться в деталях, которые даже при поверхностном анализе вызывают массу вопросов. И главный из них – а не постановка ли все это? Ролик с якобы последствиями удара по тыловым частям ЧВК «Вагнер» всего один. И такой, что вообще непонятно когда, где и кем он снят. Но этого короткого видео Евгению Пригожину хватило, чтобы оправдать свой призыв к движению подразделений ЧВК на Москву. То есть фактически к мятежу. Самое главное – это правильно расставить акцент. Прежде всего, это, конечно, такой абсолютно классический мятеж. И называться он должен именно так. А не пытаться закрыть за какими-то странноватыми формулировками суть всего того, что происходило. Очевидно, что причины случившегося кроются в личности главы ЧВК «Вагнер», его бизнес-интересах и его прошлом. Богатым на преступления, пусть и куда более мелкого масштаба. Евгений Пригожин никогда не служил в армии. Его школы жизни стали места не столь отдаленные. В 80-м году он занимался кражами, грабежами и разбоями. Вместе с группой сообщников проникал в квартиры, откуда уносили все, что считали ценным. Не гнушались красть даже женские сумочки с косметикой и ковровые дорожки и нападать на тех, кто вряд ли сможет сопротивляться. Вот выдержка из материалов одного уголовного дела. Пригожин предложил ограбить девушку. Потерпевшую стали преследовать прямо на такси, а затем пешком. На улице ее догнали, попросили закурить. Она хотела достать сигареты, но Пригожин неожиданно схватил ее за шею и стал душить. Она закричала о помощи, но Пригожин стал сильнее сжимать горло. Она потеряла сознание, а когда очнулась, то увидела, что с нее сняты сапоги и серьги. Именно после этого нападения все преступники были задержаны, а через полтора года Евгения Пригожина приговорили к 12 годам лишения свободы, признав виновным сразу по четырем статьям Уголовного кодекса. Кража, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбой. После освобождения, благодаря опыту и связям в криминальном мире, Пригожин быстро проходит путь от продавца хот-догов до одного из известнейших рестораторов Петербурга. А впоследствии он стал одним из первых бизнесменов, работающих с Министерством обороны, в том числе и по контрактам на поставку питания. Все шло как по маслу, даже несмотря на резкий, вспыльчивый нрав и конфликтный характер, который проявлялся даже в таких мелочах, как совсем некультурное передвижение его кортежа по культурной столице. Борзеть не надо просто. Да я вот вижу. Едет в нагляк, его два инспектора тормозят, он едет дальше, крякает. На каком основании? Где спецсигналы? Группа «Вагнер» получила больше 858 миллиардов рублей, а Пригожинский холдинг «Конкорд», который, кроме прочего, снабжал российскую армию питанием, 845 миллиардов. При этом часто относился Пригожин к своим бойцам, невзирая на их статус и заслуги, мягко говоря, без уважения. Вот что о стиле общения главы ЧВК «Вагнер» вспоминает замначальника Росгвардии ДНР, командир батальона «Восток» Александр Ходоковский. Когда началась кампания с вербовкой зэков, я узнал о нем несколько больше, как о личности. Случилась история, когда на совещании Пригожин начал требовать вводить в строй по тысячу зэков в день, а менеджер ЧВК, отвечавший за проект, возразил, что 300 человек – это потолок. Менеджер рассуждал трезво, исходя из реальной оценки возможностей, но всесильному хозяину ответ не понравился, и личка Пригожина тут же скрутила парня и избила до полусмерти. Этот случай сказал мне все. Я составил приблизительный психопортрет Пригожина, и в каждом кабинете начал предупреждать о растущей угрозе. Мне было понятно, что человек с такими замашками служит только своим интересам. В отличие от бойцов ЧВК, многие из которых мужественно выполняли поставленные задачи во время специальной военной операции на всех направлениях, их штурмовые подразделения по праву называют одними из самых эффективных в мире, и дело не в их командире Пригожине и его нраве, а в отношении к своему делу. Мы не предатели. Мы все ехали защищать свой родник. В Ростов с Пригожиным из 25 тысяч бойцов ЧВК пришла меньшая часть. Около половины остались в лагерях, где находились на отдыхе. Часть вагнеровцев ушла на Белгород, отказавшись поддерживать мятежный марш. В итоге до поселка Красное в Липецкой области дошли лишь порядка трех тысяч человек. Это была бы абсолютная утопия рассчитывать, что такими силами ты можешь взять Москву. Но мне кажется, что даже сам Пригожин это в глубине души понимал и использовал это как некий какой-то такой пиар. При этом сам командир Пригожин, похоже, заранее готовился не к победе, а к поражению, продумав план отхода. При обысках в офисе одной из его компаний нашли два поддельных загранпаспорта с фотографиями главы ЧВК, но другими именами и фамилиями. И еще два с данными Евгения Пригожина и не его фото. Кроме этого были обнаружены пять килограммов золота и десять миллиардов рублей наличными. Вот такая вот дорогая борьба за правду. Вы можете себе вообще это представить? Ну, тот, кто недавно позиционировался как герой России, даже показывают его награды. Там герой, вот там три звезды, две настоящие, одна нет, один герой России, одна, типа, герой ЛНР, один герой ДНР. Ну, странно, что шоколадные медальки рядом с этими наградами не повесил. Вот это теперь крутят на телевидении. Нет, мы с вами все понимаем, что Пригожина пытается лишить его вот этой вот базы, да, его базы людей, которую он себе создал своими громкими заявлениями. Пытаются уничтожить его образ, пытаются уничтожить его миф, чтобы его никто не поддерживал, чтобы никто не сомневался во Владимире Путине, чтобы раскол, который произошел, чтобы ту слабость, которую продемонстрировала федеральная власть, замести под ковер. Поэтому мочит прицельная Евгения Пригожина, что не делает это меньше правдой. Правда, Мочилову этого не удастся. Ну, как не удастся? То есть зрители, рядовые зрители, обычные зрители телевизора, которые следят только по новостям, они такие, да, смотрите-ка, Пригожин действительно какой-то... Правда, у зрителей возникнет много вопросов. Хорошо, а как все это стало возможным? Ну, то есть, а как так получилось, что почти 900 миллиардов рублей было отдано вот этому человеку, про которого вы все знали и все описывали, который потратил их на то, чтобы создать военное формирование, в том числе угрожающее российской власти? Потому что проблема, когда вы работаете по заказу, как российское телевидение, обосновать предыдущее решение действий. То есть, опять получается, что президента водили за нос, всех водили за нос, огромные деньги выделялись вот этому человеку. Но более того, если даже заинтересованный слушатель вскипит праведным гневом и скажет, да, какой козел, надо его уничтожить, окажется, что его никто не уничтожил, его никто не посадил, его никто не осудил, он спокойно себе существует и даже, говорят, передвигается по России, к нему нет никаких претензий. Вот к этому человеку, которого российская пропаганда так описывает. Поэтому, конечно, в зрителе пропаганды зреет диссонанс, его слишком часто обманывают. И можно здесь сказать, что, ну, слушайте, всегда же они все жрут. Ну, то есть, вот поменялась линия партии, они поменяли и свое мнение. Так да не так. Ну, то есть, чем больше идет дезавуирование предыдущего раздувания, когда рассказывали, что Вагнер герой, что Пригожин молодец, политик лидер и борец, значит, тем больше люди такие, почему я сейчас должен в это верить, если потом могут откатить. В долгосрочной перспективе мы видели этот эффект в Советском Союзе, когда поначалу, когда строилось советское государство, большим количеством крови, но там была идеология. И поначалу в эту идеологию верили. Ну, особенно, когда была Великая Отечественная война, там, понятно, на фоне внешней угрозы все невероятно сплотились, и действительно было не до вопросов, не до прочего. Потом еще, там, десяток лет, окей, восстанавливаемся после Великой Отечественной войны. Но потом у людей начались сомнения, что эта идеология, она действительно настоящая. Потому что они уже много раз видели, как государство переобувалось, как переобуваются официальные дикторы новостей. Плодились анекдоты и недоверие к официальным версиям пропаганды. И с каждым годом ослабевал эффект, который пропаганда должна давать. Люди все меньше ей верили, все меньше верили лидерам. Поэтому, когда государство начало буквально разваливаться и развалилось, ни один человек не вышел его защищать. То есть, вот эта черта пропаганды, когда пропагандисты переобуваются и говорят, что вот то, что было вчера, было неправда, а вот то, что сегодня, точно правда, а потом еще раз и еще раз. Чем больше этого случается, тем меньше доверия к самой системе, и тем меньше людей готовы ее защищать. Вспомните недавний марш Евгения Пригожина. Видите, уже две недели прошло, можно говорить, вспомните. Значит, вспомните этот марш. Кто вышел защищать Владимира Путина? Да никто практически, потому что количество людей, которые искренне хотят эту власть, которые искренне ее поддерживают, оно не так велико. Это не значит, что эти люди активно против этой власти. Даже не значит, что эти люди против войны. Это значит, что эти люди и палец о палец не ударят для того, чтобы в случае угрозы как-то встать грудью на защиту Владимира Путина. Поэтому это очередной шажок в этом направлении. Ну и, конечно, то, что делает пропаганда сейчас, оно очень плохо влияет на провоенную аудиторию. Дело в том, что провоенная аудитория, такая, которая не просто телек смотрит, а сидит в телеграм-каналах, смотрит какие-нибудь карты, еще чего-нибудь, это немножко другая аудитория. Они довольно продолжительное время следили за происходящим. Ну как следили, по пропагандистским источникам, но все же. Так вот, в этой среде Пригожин имеет гораздо более героический флер, чем все руководство России вместе взято. И вот сюрприз. В этой среде абсолютно не важно, есть у Пригожина наворованные деньги или нет. У этой среды другие ценности. У этой среды ценности не того, что не надо воровать, нужна демократия и прочее. У этой среды ценности, насколько ты эффективен или нет. Или насколько мы верим в твою эффективность. Так вот, у Пригожина может быть абсолютно сколько угодно. Денег, самолетов, яхт. Если люди видят вот эти вот из провоенной среды, что он был на передовой, что он не отсиживался там у себя в кабинете, им абсолютно наплевать, какие кадры какого дворца показывают. И мы видим это по Z-пабликам, которые такие, ну хорошо, у него деньги. И чего? А покажите дворец Шойгу, а покажите дворец Путина. То есть они наоборот возрождают дискурс о том, что деньги-то наворованные у всех. Но только кто-то сидит и кайфует, а кто-то воюет на фронте. Как это типа делал Пригожин. Опять же, я не говорю, насколько это правда или неправда. Я говорю про миф, который существует. И поэтому в Z-каналах и у читателей Z-каналов так и не может сформироваться, ну, мнение, как ко всему этому относиться. С одной стороны Пригожин предатель, с другой стороны Пригожин герой. А показное Мочилова, которое устраивает телевидение, вызывает только негативную реакцию. Таким образом, отмена Пригожина лишь усиляет раскол. Усиляет раскол в этой самой провоенной тусовке. Что такое провоенная тусовка? Это не просто там гражданские, которые наблюдают за всем происходящим. Это еще большое количество самих военных, волонтеров, мобилизованных, семей мобилизованных и так далее. То есть на самом деле это та сила, за которой имеет смысл следить. Потому что именно эта сила может генерировать и новые мятежи, и массовые протесты, и вооруженные противостояния. И чем больше власть прикладывает усилий для того, чтобы замести все под ковер, воцарить снова Шойгу и сделать так, чтобы абсолютно вся память о мифе, о Евгении Пригожине была уничтожена, тем больше это злит этих самых Z-каналов.